Я вырос на окраине, рабочий городской Парнишка в модной кепке Потертый, но все же свой Сейчас же всем хочется очень быстро, знаешь, просто разрастись До невероятных масштабов Я сказал окей, и в итоге все, ничего не произошло дальше А это, видишь, все, это бесповоротно Ну и я не могу сказать, что Типа я в тусовке и с кем-то там дружу Прям пипец Но я очень часто чувствую, что мне не достает скилла Еще экзамен сдавал в школе, я уже знал, что это не мое Сейчас мне очень сложно заставить себя что-то делать для себя Ну типа, ну приятно, кайф Знаете, тут сейчас так подходит У меня препод всегда говорил, все готовы, все рисуют Всем привет, это новый выпуск Ху-подкаста Где я общаюсь с творческими людьми О их творческих жизнях И сегодня у нас в гостях Витя 55 на 55 Музыкальный ютубер, блогер Прошу любить и жаловать Спасибо тебе большое, что ты к нам пришел Я очень рада тебя здесь видеть Скажи, пожалуйста, какие у тебя Эмоции вызывают все, что сейчас будет происходить У тебя есть ожидания от вечера? Мне очень интересно и хочется Не разочаровать собственные ожидания От своего отсутствия навыка Во-первых, мы будем сегодня с тобой меняться холстами Наша задача в том, чтобы получились две Какие-то импровизированные, прикольные работы Помимо этого будем с тобой болтать И раскрывать разные вопросы Результат будет классный Как минимум потому, что сюда вложили энергию два творческих человека Понимаешь, по-другому быть не может Это очень важно понимать Мы сегодня будем работать акриловыми красками Возможно, сделаем скетч Будем добавлять потом маркеры сюда И в целом, надеюсь, что у нас получатся какие-то интересные работы Мы, наверное, не будем с тобой, да, какие-то временные рамки конкретные Ну, конечно, да Все, просто, значит, по какому-то этапу будем меняться холстами И посмотрим, что у нас получится А пока мы можем с тобой потихонечку начинать Выбирать цвета Или сначала начнешь с карандаш Я с карандаша начну Как тебе будет комфортней, без проблем И, пожалуйста, расскажи нам о себе Про свое деятельство, знаешь Вот прям если далеко копнуть И я хочу очень раскрыть тебя именно как личность И мне интересна твоя история С чего ты вообще начинал Как ты рос, где ты рос Что ты делаешь? Я вырос на окраине рабочей городской Парнишка в модной кепке Зуб потертый, но все же свой Я родился в Калининграде Прожил там до 22 лет Потом уехал в Москву учиться И завис что-то тут Как тебе Москва? Да кайф, уже дом, все Я уже воспринимаю Москву как дом Прикольно А по атмосфере все-таки Какой город тебе ближе будет? На пенсию я бы в Калининград уже выездил На самом деле А так уже мне скучно и тесно там находиться Интересно, а как твое детство там проходило? Что ты можешь вспомнить прикольного? Были ли у тебя какие-то увлечения такие, знаешь, творческие? С какого вообще момента у тебя началось Вот это зарождение именно твоего внутреннего Творческого потенциала? Были ли какие-то к этому предпосылки? Может, ты занимался чем-то? Какие-то кружки творческие, там, факультативы в школе? Или просто какой-то интерес, условно, к На самом деле в детстве вообще ничего не было Потому что семья не творческая Обычная И занимался гимнастикой Спортивной в детстве Ничего себе! И танцами Ну танцы мне очень не нравились Просто, типа, как Брат пошел, и меня заставили родители Типа, давай ты уже ходи Ну, я и ходил Класса до восьмого А что за жанр? Эстрадный обычный, типа, ансамбль Славянская веча, по-моему, он назывался Ничего себе! Ну, то есть, по сути, эстрадный Там, типа, если парами, то вы в куче И либо соло, там, типа, пацаны Или там 10 пацанов что-то делают То есть я уже не сильно помню Но это творчество особо не назовешь Ты же там ничего не изобретаешь На самом деле именно творческое что-то пошло Скорее лет с 15-ти где-то Когда интерес к музыке именно появился А с чего это пошло? И в чем это было именно проявлено для тебя? Вообще, если я правильно помню То как раз-таки все началось с электронной музыки Потому что отец принес с моря у кого-то Ну, он моряк И от коллеги какого-то принес сидишки С миксами диджейскими записанными С электронной музыкой А до этого мы слушали на кассетах Что-то у нас было там Ну, там всякое Рамштайн был там, Линкенпарк, Лимбискет Вот, а там именно мы заценили Электронную музыку с братом Начали слушать И начали, ну, типа, из-за того, что, видимо, это были миксы Мы тоже такие, о, миксы, прикольно Можно, типа, диджеить, сводить треки И делать большой классный микс И именно вот такая, если это творчество назвать То, типа, параллельно и диджеил И пытался писать Вообще, сначала, как и многие думают До сих пор, наверное, я в детстве думал, что диджеи Пишут музыку на ходу Что это не миксы, они ставят треки готовые А они, типа, прямо сейчас пишут И потом меняют Но на самом деле, нифига, не так Вот, и как бы с этого началось Что было желание сделать вот как у них Типа, что-то электронное, прикольное А куда ты пошел учиться? Ты не решил сразу связать себя как-то с музыкальной сферой? Не-не-не, я не учился музыке вообще И не было как-то желания И был какой-то вайб даже тогда Что, типа, все, кто ходят в музыкалку Они ненавидят это Потому что их там мучают Дети же не ходят Ну, нафиг им это надо, знаешь Именно с точки зрения именно обучения Это тяжело Ну, я каждый раз, когда сталкиваюсь С таким взглядом на художки У меня просто тоже не было За плечами ни художки, ни училища Только универ, как бы Чтобы получить именно корку Что я специалист Надеюсь, что когда-нибудь я ее покажу кому-нибудь Но пока не предвещало событий Но все, кто был в училищах Они именно расстраивались от того Что, знаешь, очень много лет делали одно и то же И в конце именно перегорали уже То есть становилось максимально неинтересно И как будто вот ты шел-шел-шел к своей цели Там стать условно художником или музыкантом А потом просто возьмешь И понимаешь, что тебе вот мама захотела, чтобы ты им стал И казалось бы, вроде творчество На благо развития, да, ребенка А по факту, ну, магии не случилось Ну, это же, видишь, это творчество Но не всегда можно назвать творчеством Потому что музыкант может быть Именно профессией прикладной Ты можешь же вообще не писать музыку А только играть Да То есть быть там в ресторане, на корпоративах Еще где-то в группе Ну, в группе это уже творчество, наверное Потому что вы создаете свое А так, по сути, ты можешь быть чисто Как и художником, скорее всего Ты же можешь, наверное, просто по ТЗ что-то делать Конечно, да И это уже будет отчасти творчеством Не таким полностью свободным и своим А на кого что пошел? Я пошел Я пошел на инженера учиться вообще Ага Там в Калининграде В Балтийскую государственную академию Просто потому что это было Ну, с практической точки зрения ок Потому что, ну, типа, на экономиста И что-то менеджера идти не очень Ну, типа, потому что все говорили Фиг ты, пойдем, ну, потом найдешь работу Типа, все вот ходят, потом работают там Менеджером в магазине техники Офигенно Вот, а инженером По холодильной технике, короче, пошел Морской вуз Типа, были тогда Было понимание, что это и на берегу можно работать Любые, ну, сколько заводы Любые Крупные торговые сети Везде есть Ну, холодильное, морозильное оборудование Вентиляция Везде есть Да, и как ты Я, так понимаю, нигде не работал, правильно? Работал Работал? Ничего себе Ну, по сути, если так взять Ну, это так, это все херня, на самом деле Вот, если глубоко не работал Потому что месяц на преддипломной практике Или, ну, короче, между четвертым и пятым курсом Месяц работы на ТЭЦ И там все сводилось к тому, что Была серверная Ну, для всех вычислений Большое Отдельное здание с компами И там все греется И там своя система охлаждения Но она и работает И там уровень высокий Это же ТЭЦ Ну, как бы важный объект И ничего делать не надо Только с внешнего блока Веником смахивать пыль Ну, и сидишь, грубо говоря, на вахте И помогаешь, в принципе, подай Вот работа И потом три месяца уже в Москве Типа на заводе Который производит Оборудование всякое Для разных целей Я в космический отдел попал Ничего себе Интересно Делали установку Установки Для космических Ну, короче, для ракет Короче, именно не те, что в ракетах Непосредственно на орбите А когда ракета за несколько дней Приходит до пуска На эту точку старта Подъезжает И чтобы все происходило Ну, короче, термостатирование Называется и всякое Короче, влажность, температуру поддерживать В нужных критериях Отдельная установка Чтобы не тратить внутренние ресурсы Она просто там же На базе на этой Просто подводятся такие рукава Я очень за это шарю Но я понимаю, что ты говоришь По сути, как у тебя, знаешь, дома Может быть конецер, но только еще С контролем влажности И там с фильтрами То же самое И он как бы внешне И просто от него Он подготавливает воздух И подводит по рукаву в ракету Чтобы внутри ракеты все было четко Все А потом уже непосредственно За несколько часов до пуска Его, ну, все это снимают И уже внутренние системы начинают работать Автономные вот эти Это делал все Московский завод Я типа в этом отделе и работал И даже съездил раз на космодром Ничего себе На пуск ракеты Ну, ты понимал сразу, что Скорее всего, ты вряд ли будешь дальше Конечно Я как только Еще экзамен сдавал в школе Я уже знал, что это не мое А у тебя не было? А ты же, получается, ты закончил институт Да Вот это целеустремленность Иногда даже знаешь По желанию, когда выбираешь профессию Очень сложно ее добить до конца Потому что уже кажется, что Ну, там не сказать, что очень сложно было Ну, типа Ну, сложно, потому что Все-таки инжиниринг И вся фигня Это не очень легко Ну, это вообще очень серьезная специальность Такая, знаешь, как будто Просто так ее не закончить Если ты не вовлечен в процесс Ну, я не был вовлечен Ну, нормально Если ты не тупой Там все как бы помогали У нас такой вуз был, знаешь Там как в школе немножко То есть тебя тянут Ну, подталкивают Ну, как бы заинтересованы Не так, что ты чуть-чуть где-то профукал что-то И все, вали Типа твои проблемы Все-таки как будто бы, ну, помогали Чувствовалась вот эта вот опека, короче Что тебя везде подпихнут Подтолкнут Скажут Ну, что же ты, ну, что же Ты давай Давай, поможем На первых парах курсах я еще там диджейить пытался Там в калининградских клубах Там что-то где-то ходил Как тебе опыт? Ну, такое Просто не ту музыку я слушал и слушаю Которую котируют здесь Особенно в Калининграде Типа маленький город И там все-таки попса больше всего нужна Ну, как и в принципе и в Москве сейчас У тебя идеальный ровный эллипс Ты прям чертишь, как круто Извиняюсь, что я тебя перебила Ну, кстати, мы еще застали то, что Уже, ну, естественно, я учился с 9 по 14 год Хоть уже, понятно, все технологии были Все программы были Но мы еще делали Кроме диплома, по-моему Все остальное мы вручную чертили То есть у нас начерталка была вручную вся Ну, там не было жестко На самом деле нам очень халявный препод попался Просто такой дедуля, который угарный, забывчивый такой Ну, прямо вот такой Еще он что-то футбол любил российский, смотрел И там можно было, кто-то успевал вкинуть иногда Что там, а Спартак там сыграл И он такой, а, мужики, я начинал это Ну, типа можно было, короче, так подловить его, что Ну, потратить время на фигню, на его разговоры И не заниматься Потому что так-то это предмет офигеть какой жесткий И полезный И инженерная графика То есть диджейнга Понял, что хочешь? Я думаю, многие так делали, что ты сначала диджеешь Потому что это все-таки проще понять, чем писать свою сразу А потом уже хочешь свое Не, вообще, чуть я забыл Вообще началось это рэпчик Такой, знаешь Ну, типа в школе ты придумываешь Ну, всегда получалось как-то рифмовать Ага Ну, и там в школе, знаешь, делаешь, типа, диссы Там на одноклассника, там на училку Что-нибудь такое Ну, какую-то фигню придумываешь И вот именно сначала были попытки рэпчик И тогда уже было интересно, ну, типа, чтобы самому биты создавать А как ты потом что-то можешь это делать? То есть ты учился по видеоурокам? Да даже без уроков Сначала просто были программы, которые Ну, ты знаешь, что такое сэмпл, луп? Да, но как бы я далека от музыки Но в терминах чужих Ну, короче, были программы такие еще на дисках Которые, ну, там по жанрам они Хип-хоп, там техно, хаос всякие Где просто Там была возможность самому прописать ноты Но там ты особо, ты туда ничего не скачаешь, по-моему, стороннего И по сути там все Практически все в одной тональности сделано И у тебя просто лупы идут Вот эти ударные, вот эти ударные То есть сразу готовой дорожкой И ты как кубиками все собираешь То есть оно как бы было Ну, упрощенная такая штука То есть с этого ты начинаешь Понимаешь потом, как это делать Потом уже ставишь себе нормальную программку И, ну, уже понимаешь, что ты уже начинаешь ковыряться Ну, какие-то видеоуроки были, конечно, смотрел А так потом сам в основном А ты помнишь свой первый трек, которым ты гордился? Не обязательно, есть он в сети или нет А просто Он есть, кстати Да? Ну, которым гордился, наверное, да У меня творческий псевдоним, ну, помимо Ютуба, который раньше еще появился Dark Static И трек называется Ability to Live Ну, он не очень качественный, конечно Но это первый трек, который именно, ну, такой полноценный, мелодичный Который, ну, уже вот можно считать музыкой И который можно даже послушать Кто-то перезалил на Ютуб И там даже какие-то там 50 тысяч просмотров было или что-то То есть я уже такой, ооо На какие-то интернет-радио попадал Здорово, то есть от самого начала своего пути, получается, у тебя уже был хороший старт Ну так, ну, типа, это никуда и не вырос проект Он был всегда творческим То есть я никогда ничего не срабатывал с него и так далее То есть это чисто, я и до сих пор что-то пишу пока в стол И буду просто выпускать Ну, и выпускал музыку просто так Слушай, мне кажется, в этом, на самом деле, есть особая какая-то трушность Когда тебе даже не нужно это куда-то пока что выкладывать, показывать Тебе просто нравится это создавать Потому что есть очень тонкая грань, когда ты чувствуешь, что, например, очень сильно Ты зависим от фидбэка, например, из сети или от своих знакомых То тебе как будто уже меньше хочется создавать, если он не такой обильный, как ты, например, этого ожидал Ну, надо трезво подходить все-таки к этому Ну, это понятно Но очень сложно, когда знаешь, что творческий человек И ты такой, там, условно, сердце своего изложил в песне, там, не знаю, в стихе, в картине А выкладываешь, и ничего никакого там вау не происходит Сейчас же всем хочется очень быстро, знаешь, просто разрастись до невероятных масштабов Потому что каждый верит, что он супер особенный Нет, каждый особенный, это 100%, но именно вот хочется какого-то сразу результата Что редко получается У тебя просто интересно, что, видишь, сразу был какой-то прям именно прогресс И ты видел, что это интересно Даже если это локально, и потом не переросло никуда Ну, я понимал, скорее, что так будет относительно Потому что, ну, это были далеко не первые работы То есть, когда ты уже, уже, ну, и есть синдром самозванца Но ты уже понимаешь, что ты, ну, доволен тем, как получилось Следовательно, ну, тебе не стыдно Ну, то есть, ты понимаешь, косяки по технической части Но главное именно творчески Если это что-то интересное, свое, то чего нет? Можно ее выкладывать А как ты к Ютьюбу пришел? Когда ты понял, что можно делать какие-то вот такие вещи? Во-первых, расскажи, пожалуйста, про свой жанр Откуда он пошел? Может быть, ты чем-то вдохновился? Как вообще у тебя в голове родилась эта идея? Потому что, когда мы тебя пригласили, я говорила людям о том, что ты к нам придешь И показываю видосы, тебя узнают всех Но это просто невозможно То есть, твои видео, они всегда везде как будто были Но есть интрига какая-то, знаешь, что именно нету очень прочной ассоциации с тобой, как с человеком Это очень интересный философ Ну, просто так изначально и вышло Я не планировал, типа, на себе строить контент Потому что я не наваливал контента Ну, вообще, я просто хотел совместить музыку с видео, все Типа, я понимал, что мне интересна музыка Я еще не достаточно крут, как музыкант Чтобы чисто это было моей центральной деятельностью Поэтому думаю, ну, ой, на Ютубе сойдет и мое качество Следовательно, ну, что было, париться? Я такой, ну, окей, буду делать Ну, я вообще начинал, сначала просто думаю, из звуков буду нарезать какие-то Делать каверы на существующих трек Кому моя музыка нужна? Потом уже подумал, попробовал свою написать И с какими-то блогерами Ну, цель была, типа, так, блогеры известны, у них есть аудитория Их аудитория может прийти ко мне Кайф, бизнес-план, типа То есть ты изначально построил стратегию? Да, только я тогда не знал, что с вугу заработать Ты изначально хотела монетизировать вообще? Не-не-не, я даже не знал Не, я хотел, чтобы меня просто заметили И я хотел вообще влиться в тусовку ютуберов И просто с кем-то в команде работать Потому что мне не хотелось одному все делать Но в итоге все один и делаю все годы Так, вопрос Я убираю, потому что мне кажется, что относительно Вот так пропорция, что тут низко было бы слишком горизонт Ты хочешь его помочь? Чуть-чуть выше, да? Можешь поднять Но у меня, если так вот посмотреть, да, меня ничего не смущает Но ты можешь его поднять, если ты так чувствуешь Тут, опять, нет, правильно-неправильно Есть только то, как ты это потом видишь Так, ну для... Какой он ровный? Я не могу! Ну я хочу, наверное, просто вот так по логике Раз я сделал тут темные полосы Чтобы на светлый он был для контраста Но чтобы лучше было, чтобы на светлой части пересекало Да, окей, супер Мне очень интересно просто посмотри Как по-разному мы с тобой работаем Ты прям супер структурировано все собрал И все-таки сделать берег Ну я вижу, я все равно немножко говорю И отвлекаюсь Вот надо все-таки, ну чтобы рука сама делала все Как когда по телефону говоришь Калякаешь Ну сейчас уже не калякает никто так На будущее, если что, краской можно добавить будет Берега, воды, неба, чего хочешь Да-да-да, да понятно, что можно будет Мне интересно, в какой момент мы с тобой свечнемся холстами Ну я хочу хотя бы Да, давай Наверное, доделать Ну у меня немножко, на самом деле, осталось по наброску Я тебе не тороплю ни в коем случае А к тому, что просто мне интересно Есть ли у тебя хоть какое-то ожидание От того, что ты, например, сможешь у меня сделать От того, что я смогу у тебя сделать Потому что я, наверное, пока продолжу карандаш Чтобы не портить именно то, что у тебя уже начато Не добавлять первый цвет Мне с цветом 100% будет нужна как раз помощь и обмен Потому что у меня была идея сделать маяк Но типа тут вместо лампочки, чтобы был светлячок Но потом подумал, что внутри как-то не очень будет удобно Тем более он маленький И возможно его крупным делать слишком странно будет Поэтому можно ставить типа перегоревшую лампочку И сделать тут вот кучку светлячков И чтобы от них Или, блин Сияние, да, от них можно было Да, ну просто вообще маяк Ну ладно, можно так Просто маяк так-то он направлен должен быть Он же лучше направленный и крутится Да Ну мы забьем на это Пусть будет просто облако света Облако света вокруг Просто чтобы он красиво упал Ну на ближайший объект А в воздухе-то он рассеивается, понятно А чтобы здесь он чуть-чуть освещал именно маяк А ты хочешь, чтобы светлячков прям было Отчетливо видно силуэт, что это вот как именно жучок Или просто вот Скорее символично Просто я не знаю, много их делать Типа, или штук пять, условно Знаешь, чем могу тебе советовать? Когда ты сделаешь, например, небо Понятно, они будут добавляться в последнюю очередь Потому что они очень маленькие Ты сможешь маркеры И это самый яркий будет Вот я как раз и потом увидел, что Какой-нибудь вот такой свет Что можно будет сделать Типа такой И какого-то более Можно будет миксовать Да, потому что, скорее всего, должен быть какой-то Хочется, типа, мятный свет Хоть у них, наверное, больше зеленый Но хочется такой мультяшный, сделать более Да, класс Тиффани цвет Я так понимаю Я думал, вместо солнца сделать, но будет тупо как-то Нафига Есть маяк Пускай будет лучше А нужно ли судно какое-нибудь? Можно Которое мы эти светлячки А там вместо судна Какая-нибудь стрекоза, блин, твоя Вообще можно Все, что угодно Вот все, что в голову приходит Это будет классный сюрреализм Потому что у тебя такой Можно, знаешь, сделать очень акцентный образ Какого-то судна Типа там стрекоза Она огромная Ну типа, она там может одним крылом вверх Одним внутрь Да нет, ну вообще просто хочется наоборот сделать Чтобы просто здесь был красивый свет Именно, чтобы вот контраст был вот такой Цвет добавить Типа темное небо сделать Или такое Ну темное, но не типа сумеречное Чтобы не совсем темно было И типа, а тут будет вот, грубо говоря Какой-то такой шар световой Супер класс Мне так нравится, что это что-то такое И тут будут такие от него эти Блики Да Просто я не знаю Пусть это, наверное, будет колбой Такая останется Типа там лампочка Это колба И можно тогда сделать линии Специально Типа Состаренные Чтобы был, типа, весь маяк заброшен А вот слечки тут его чуть-чуть спасают Да Можно еще каких-нибудь камней там Типа пошарпанных добавить Ну да Хочешь поменяться? Я не против Или Ты можешь у меня, если что, попробовать Поиграться с цветами как хочешь Вообще не чувствовать Стесневостоятельно Сейчас, только я подумал Может быть сделать Может быть сделать Короче, я подумал, что не плоскую колбу А что, ну, типа, чтобы Красивее пропорции были Сделать овальную Такую Ну, точнее, полусферу, короче, сверху Вот У меня какая-то пока Крэзи штука У меня была идея сделать Что-то связанное с буддизмом Ну да, да Что-то такое Ну, ухо такое Да, ушко такое Хорошее Только оно близко посажено Вот, ладно О, у меня есть мысль Супер, мне нравится Тогда не буду Типа совместить просто Что немножечко деструктиво внести В Давай Ну, в обычную красивую красоту Я за любой движ Мне очень интересно Потому что я всегда, когда смотрю Как люди меняются холстами Так красиво всегда получается Так необычно вообще Супер неожиданно Так и вот, значит У тебя была стратегия Ты, значит, хотел познакомиться Я хотел, чтобы меня просто заметили Да, и типа, условно Думаю Ну, вот я свои навыки Которые, знаешь, типа Что-то могу Типа, чуть-чуть могу монтировать видео Чуть-чуть могу писать музыку Там, с голосом работать могу Но не, знаешь, не как профи Чтобы на студию Потому что я пытался на студию Устроиться Просто, типа, как подмастерия Не взяли И тогда я понял, что надо самому И думаю, ну, вот YouTube хороший Потому что я смотрел YouTube активно И думаю, ну, вот Типа, хорошая тема Можно там с кем-нибудь В тусовку влиться и работать А какой это год вообще? Ориентировочно 16-й 16-й Ну, точно, 16-го я создал канал Ну, поперлась сразу практически Ну, поскольку я понимал, что Ну, если я сделаю прикольно То какие-нибудь блогеры Будут репостить Там я сделал с Усачевым Русланом Он их себе там в Twitter залил Ну, условно, там 10 тысяч просмотров было Ну, это уже хорошо на старте Отлично Ты помнишь свои эмоции вообще? Ты ожидал, что... Точнее так Ты ожидал, что начнется сразу форсинг Ну, не то, что ожидал Я этого хотел И думал, что это логично И, в принципе, получалось И было приятно, что это все растет, растет Подписчики, подписчики И, ну, я с кайфом открывал Эту творческую студию Смотрел, типа, о, комментики читал Все фигня Ты помнишь первые эмоции Таких репостов, знаешь От людей, которые задействованы в роликах вообще? Тебе не было, знаешь, такого немножко неловко Что, типа, ой-ой-ой, все-таки заметили Что ты как бы этого хочешь? Не-не-не, это было наоборот Типа, знаешь Ну, мандраж, наверное, можно сравнить с тем Когда, знаешь, ты после школы открываешь эти ЕГЭ свои экзамены Страницу И ждешь увидеть циферку Ну, типа, нормально сдал, ненормально И вот типа того И ты, знаешь, типа, увидел Или где-то тебе скинули Что репосты У тебя такой мандраж Чуть, знаешь, изменение повышается Ты такой, оп-оп Ну, типа, ну, приятно, кайф Это как, если бы кто-то написал Как, знаешь, кто-то интересный тебе, знаешь То просто в инсте подписался Кто-то, кого ты оценишь И ты такой, ва-а-а, кайф Вот то же самое, плюс-минус И как дальше развивалось твое творчество? То есть ты начал У тебя почти сразу все пошло Ну, когда это, ну, через там Несколько месяцев сформировалось Что я конкретно беру какие-то фразочки И нарезаю из этого трек И все, я понял Так, это работает, окей Буду так делать А у тебя были какие-то ситуации Когда люди не понимали шутки, может быть Или как-то, знаешь, двузначно реагировали Что ты не хотел условно кого-то задеть Или обидеть таким жанром Просто того, что ты производишь А человек реагировал как-то не очень Как это здорово? Никто из героев никогда Ну, только либо положительную обратную связь Ну, потому что они все в основном просто прикол Там были, ну, там с Давидовичем, например Там как бы с подколкой больше Ну, естественно, ему нафиг он знать не знает, кто я Видос, возможно, видел Но ему кто его только не пинал за вот эти вот Гонева с его приседаниями Ну, как бы там по факту То есть это был просто мем, который я и заэксплуатировал Все А так только, ну, либо респект, если с кем-то пересекся Типа кайф, потому что, ну, приятно Про человека видос сделали А как ты уже стал частью именно тусовки? Через сколько это произошло с момента, как ты начал карьеру? Да я не часть тусовки больше, скорее Я знаю, конечно, людей Ну, я не знаю, что ты понимаешь, что ты уже на слуху Что люди узнают себя по твоему стилю Вот я в октябре 16-го начал И где-то, по-моему, в январе По-моему, в конце января 17-го Я выпустил вот этот вот со смелкиком ролик Музыг и музыкант Который вот самый большой сейчас Так и есть на канале Там 37, что ли, миллионов, 36 Это просто невероятная цифра Это так круто Вот, это, по-моему, первый ролик, который миллион набрал И типа вот, по сути, это где-то февраль, наверное, март 17-го года Я уже такой, опа Типа, ну все, прет Ну, и тогда я уже рекламку какую-то первую начал делать Монетизацию подключил Уже такой, опа Все, могу с это зарабатывать, нифига себе Все, значит, буду сам двигаться Так и жить Ты помнишь первые свои деньги, которые к тебе пришли Именно вот от такого Да, 3000 рублей с монеты Просто, ну, я пока, когда начал YouTube Я как раз не работал Потому что я не хотел на обычную работу И у меня денег не было нифига Это какое твое промежуток времени? Что ты делал в это время? В универе был тут Ну, я после универа в Калининграде поступил сюда, в магистратуру Чисто для фана в Москву поехать Я, ну, был, просто жил в общаге тут И все, 500 рублей в месяц Как бы особо денег не надо Но работы нет, денег нет Сидел, меня там брат подкармливал, короче Ну, или там родители что-нибудь скидывали И все, и первые 3000 эти пришло Ну, а до этого, ну, в этот промежуток бомжевания Меня пацаны, там, брат и кореш водили в кино Тут, знаешь, что-то угощали Ну, чтобы, знаешь, совсем не стухнуть В соло И мы вот у тебя такого 3000 пацана идем в кино Знаете, вам вкусняшек, чипсов, колы И билеты пойдем А через сколько ты уже смог просто полноценно существовать На свой доход с YouTube? Ну, весной скорее уже То есть в октябре начал полгода Ну, даже меньше полгода Скорее всего, где-то в март-апрель Уже там Ну, какой-нибудь полтос там я зарабатывал Так что уже я такой, окей Тем более я в общаге еще продолжал жить Как будто, знаешь, это звучит как очень хорошо Органично растущий прям бизнес Ну, оно быстро пошло, да Но я просто не планировал, я не думал про бабки Что это может приносить А когда уже начало, я такой, окей Можно жить А мне кажется, это самое главное Потому что ты же начинал делать то, что тебе искренне нравится Да, и поэтому Когда кто-то спрашивал еще Ну, особенно, когда хай был Много народу там писал кто-то в личку Я всегда, ну, всегда кто-то говорил А как сделать? А как вот такое делать? Я говорю, ну, блин, чувак Ну, зачем тебе делать такое, во-первых? Делай что-то, ну, по-своему как-то Или такое, ну, как тебе хочется И просто делай Если ты готов это бесплатно делать, то делай Ну, я готов бесплатно делать Просто, ну Я даже, когда монетизацию обрубили Я некоторые ролики выкладывал без рекламы Ну, с монетизацией там что-то приходило Там, сто долларов Ну, потому что у меня просто прикольно Я что-то сделал, хочу просто выкинуть это в сеть Типа, зацените У меня просто как раз был к тебе вопрос Относительно того Был ли у тебя какой-нибудь случай Или случай с плагиатом Когда ты видел, что буквально там Либо прям твое своровали Либо очень сильно перевдохновили Что получилось почти как у тебя Какое у тебя вообще Которое отношение? Да нет Да у меня формат сам по себе не новый Нифига На Западе сто лет такое делали В России такое делали Так что, ну Тут нет как такого Тут с плагиатить можно только музыку, наверное Ну, никто этого, скорее всего, не делал Либо если делал, то я просто этого не видел Ну, поскольку я музыку сам писал Мне скидывали много треков, которые я писал Которые похожи на какие-то И я это узнавал постфактум уже Потому что я никогда не пытался сбайтить там что-то Всегда делал как самому по кайфу Вот, а так ты Ну, не было, чтобы Перезаливали, бывало, что-то Но у меня достаточно быстро все росло Чтобы, ну, чтобы первоисточник находился все равно То есть не было такого, что кто-то большой канал Спер у меня, перезалил И я там ничего не мог сделать И все А потом уже YouTube помогал Можно было и удалить Если кто-то перезалил Так что никаких таких проблем не было Ну, в инсту любители многие были и есть Обрезать ватермарку, залить и все Хотя, ну, инстанно прямо униматизируется Как бы пофиг Что, меняться будем? Да, давай Ой, только у меня она, если что, по краям очень сырая Она вообще сырая Ну, вообще, да Надо, блин, чтобы подсохло Ну, пускай Ты тут будешь что-то другое Да, да Ты можешь прям по-сырому Как тебе комфортно двигаться Ага Просто я подумал, что просто отдельно торчащий Можно и так оставить Но я подумал, пусть будет целиком заполнено У нас вечернее время, правильно? Да Сумерки Окей Супер А еще у меня есть такой вопрос, знаешь Который всегда тонкой нитью проходит через жизни Всех художников, творцов и людей Которые что-то, в принципе, создают свое Если что, у тебя там... Да, болит, ретро пик Я пропился А это, видишь, все это бесповоротно уже Ну, ладно Можешь не пытаться очиститься Вообще, мне кажется, мы свой тренд сломали Потому что так обычно не делают Обычно, знаешь, сидят прям чуть ли не спина к спине Приклеился? Нет, просто я вляпываюсь каждую секунду У тебя была поддержка со стороны близких Когда они узнавали, чем ты занимаешься Ну, друзья, я думаю, 100% респект Какой-то был с самого начала Потому что это весело, прикольно И... Да, ну, они все в Калининграде были Я был в Москве По сути, мы с братом в общаге жили И он был первым таким этим Поддержка была Ну, в плане, там... Брат, там, друзья по общаге Типа, они были моей фокус-группой Типа, там, родители не понимали Поначалу просто Ну, типа, они просто понимали Это безработный чел сидит Типа, фигней своей занимается какой-то И все Просто когда уже хоть что-то заработал А, я когда уже именно продал рекламу Я за пятнашку продал ее И тогда мне был... Пятак я был должен Брату отдал И на пять тысяч слетал в Калининград И пять тысяч подарил маме Как раз в феврале у нее нюх Ну, и типа, показать еще Что, ну, вот, видишь, что ты заработал С Ютуба вся фигня И после этого она как бы сразу включилась То, что вот, все хорошо Там у меня безработный Да, они спокойно относились нормально Типа, всегда, что ну, что-то делает Просто я именно объяснил, что Это как телек, по сути То есть люди бесплатно смотрят телек На телеканале идет реклама И за нее платят То же самое и на Ютубе Ты, типа, делаешь контент Его люди бесплатно смотрят Да что такое-то? Я еще ни мазка не сделал Уже все это Потому что уже пора Я не хочу тебя расстраивать Но у тебя и рука уже желтая Она не знает, где ты его нашел А ты знаешь, твои родители видели Вот прям конкретные видосики какие-то Которые ты делал? Смотрели, может быть, знаешь Там давали какие-то комментарии Еще что-то По-моему, нет, кстати Нет? Да им нафиг Они из того поколения А мне кажется, может, они просто не говорили тебе Знаешь, все равно же интересно Я бы с ума сошла Если понимали, что такое Нет, что-то видели, наверное Потому что спрашивали Типа, как там твой канал найти? Типа, я говорил А так, они же не знают Что за герои там Угу Ну, знаешь, видимо, они кому-то показывали Значит, сто процентов видели Хоть как-то, хоть где-то А у тебя не было такого, знаешь Типа, ой, чуть-чуть как-то перед родителями Некомфортно, неудобно Формат не такой Не совсем family friendly Да нет, ну я же взрослый уже был, когда начал Я в 24 года только начал Типа, как бы уже взрослый дядька был У меня просто мама до сих пор Я на самом деле очень уважаю эту позицию Мне очень комфортно с этим живется Она все время такая Так, у меня нету никаких инстаграмов, телеграмов Я не собираюсь ничего смотреть Вот ты там делаешь Он говорит, я сто процентов знаю, что мне что-то не понравится Поэтому, типа, лучше я не буду Я это очень уважаю Потому что я всегда, знаешь, как будто наоборот Мне больше хочется с ней поделиться Чем-то что-то показать Именно вот от меня с первых уст Не, мне вообще всем пофиг То есть, ну, что-то знают У меня, ну, там, двоюродный брат Там, братья знают Я там в Калининграде был в школу Из школы забирал его Угу И он там к одноклассникам Ну, и то они меня не знали Мой канал, потому что они слишком маленький для этого У меня все-таки постарше Тогда было Я не помню даже с каким-то, наверное, с самым младшим было Ну, если с самым младшим, то ему лет восемь было Если который постарше, то, может, четырнадцать-тринадцать Ну, это все равно мелкий У меня постаршая аудитория Типа, все-таки я делаю ютуберов всяких Которые, ну, сами по себе Возрослее Как тебе такой цвет земли? Я делаю объемно, чтобы потом ты мог сверху по мазочкам пройти каким-то одним цветом И у тебя было ощущение, что блики на камнях есть какие-то Ну, да, нормально Можно, кстати... Не, ну, то, что она темная, а синевы добавляют то, что ночь, и, в принципе, фильтр синий, да, получается? Ну, типа да Типа такого И потом прикольно можно будет прям по выпуклостям пройтись, например, ну, мятным цветом Который как свечение будет от маяка Прям вот, знаешь, чуть-чуть я тебе покажу, как это сделать И будет ощущение, что прям все камушки вот здесь вот освещаются Прикольно получится Еще у меня есть вопрос Есть ли у тебя какой-то, не то чтобы, знаешь, критерий А скорее, какой персонаж может тебя зацепить, чтобы тебе захотелось с ним что-то сделать Если абстрагируется от фактора его медийности и популярности там в мемах каких-нибудь еще Все в чем-то Да, по сути, только это и есть Ну, нет, у меня была мысль делать, ну, типа, раскопать что-то самому Какой-то прикол, там, ну, какой, знаешь, интервью трешовое какого-нибудь, типа, знаешь, 20-летней давности И просто где смешно самому себе И, типа, самому создать как бы мем из этого Но в основном все равно идет, надо, чтобы хайп был какой-то Кто-то известный или кто-то там зашкварился как-то прикольно Что-то из этой серии Я смотрела, кстати, твое интервью, одно из, в котором ты упоминал, что у тебя была не очень приятная ситуация с треком про Настю Ювлееву Да Чем это кончилось? У этого был вообще какой-то финал? Да, ничего, ну, они выложили вот переделку, потом удалили через какое-то время Потом мне Настя писала, типа, давай нормально по-человечески выложим оригинал просто На площадке выпустим Я сказал, окей, и в итоге, и все, ничего не произошло дальше Интересно очень То есть, как бы, ничего и не произошло, и я уже забил Ну, я уже понимал, когда вот так пишут, я думаю, да, скорее всего, это все слова, и, типа, нифига, никуда это не выйдет Ну, ты нормальные такие моменты переживал, которые у тебя случались в карьере, знаешь, неприятные, когда... Да пофиг как-то вообще Ну, знаешь, все равно ты это делал, как бы, старался Да все равно все знали, откуда идет, ну, исходит это все То есть, меня вот это не парило, что у меня большой канал, и кому надо, ну, все найдут А у тебя были периоды с выгораниями связанными, которые, вот, просто понимаешь, что ты больше, например, не хочешь это делать Или ты понимал, что ты хочешь делать что-то другое, но невольно стал заложником формата Ты не сталкивался с подобным? Пока что Да, постоянно Постоянно? Постоянно, ну, типа, и с музыкой просто было до Ютуба еще, что ты просто такой, ай, нафиг, мое не буду делать Потому что не получалось так? Да нет, просто как-то, само собой, приходило, что неинтересно И сколько у тебя такие периоды длятся обычно? Есть ли периодичность, во-первых, и регулярность какая-то такого? Да нет, да сейчас, в принципе, то же самое, что, ну, типа, все надоедает, ты уже не знаешь, просто не знаешь, что хочешь делать, и все Ну, жить надо как-то Нет, в процессе, я просто, ну, тоже вывод сделал, что в процессе работы появляется вдохновение и желание То есть ты можешь не хотеть, все надоело, но начал что-то делать, что-то получается, ты такой результат смотришь, такой оп-оп-оп Интересно, типа, знаешь, что-то получается, и уже хочется закончить А какое ты видишь, вот, свое ближайшее развитие? Что бы тебе хотелось для своей карьеры? В ближайшем будущем, скажем так? Чем ты вообще сейчас занимаешься? Что у тебя главный вектор твоего развития? Да то же самое, делаю видосы, все И там, если куда-то зовут, там, на съемки, хожу, типа, хоть как медийку поднимать, все Стримить пробовал, все, друзья зазывают стримера, типа, начать стримить Но как-то я пробовал пару раз, и в итоге вроде думаю, вроде и надо И интересно, и прикольно, и заработать можно Короче, я не знаю, я сейчас на таком Может, у меня кризис среднего возраста или что-нибудь такое Типа, я хозе Ну, вот это как раз похоже на то, что, знаешь, можно сказать, да, выгорание, наверное Что ты просто пока перерос, наверное, уже то, что делал до этого, именно по скилу и по своему Нет, по скилу нет Поскольку я очень мало уделял всегда внимания именно отдельному развитию Не, ну, окей, я что-то делаю в стол до сих пор Просто, ну, именно так, чтобы учиться, чтобы научиться А я, по сути, учусь и прокачиваюсь только в процессе работы То есть работаю, что-то новое сделал, узнал А просто так отдельно, знаешь, изучить, как будто бы нет Это, на самом деле, мой крест тоже, потому что Вот я очень сильно в душе всегда завидовала людям, которых родители насильно засовывали в художки Хотя я не знаю, что было бы со мной, если бы такое случилось Но я очень часто чувствую, что мне не достает скилла То есть я, например, вижу что-то и не могу это условно никак вообще изложить на холсте Потому что, например, я плохо знаю анатомию И в отличие от людей, которые хорошо ее знают Мне приходится тратить огромное количество времени, психовать, раздражаться на себя Что я, учась в универе, думала, что нафиг мне эта живопись вообще не нужна И посплю дома А сейчас у меня из-за того, что я уже работаю как художник Нет времени доучиваться И получается, что, ну, через себя переступая каждый раз Надо вот с чему-то учиться прямо в процессе какого-то нового заказа Или своего творчества И грустно, конечно, знать, что вот не получается как будто вернуться в это состояние насильственно, да, условно Просто заставить себя сесть и сказать Вот сегодня ты рисуешь то, что тебе меньше всего нравится Естественно, ты не хочешь это делать И ты не будешь Когда выбор, тем более, есть Взяться или не взяться Ну, это, блин В стране это всегда в работу какую-то превратится Ну, если это работой стало у тебя, то, ну, это рутина все Просто одно дело заказа Я не знаю, я делал какие-то вещи на заказ, но это вообще другое А что ты делал? Ну, я делал, ну, это не секрет, а мои подписи есть Например, для Клик-Клака у них, кажется, нащупал шоу И два или три раза я делал трейлеры для шоу То есть они отснимали выпуск Он был в монтаже, мне давали какие-то самые яркие фрагменты Я их под музыку нарезал И они это выкладывали к себе на канал Как тебе ощущение, когда ты такие вещи на заказ создаешь? Ну, тяжело, всегда хочется все добросить нафиг Не, ну, потому что иногда идет хорошо, иногда, ну, часто такие затупы Что ты понимаешь, ну, как будто нечем тебе наполнить вот этот У тебя есть там таймлайн, там, 30 секунд надо трейлер, чтобы был И ты сидишь, делаешь и не знаешь, типа, хочется придумать креативное что-то И хочется бросить все нафиг Ну, плюс, когда обязаловка начинается, сразу становится тяжело как-то Ну, да, и стремно подвести И сроки, что ты не можешь просто забить и когда там захочешь сделать А как выглядит вообще ТЗ для тебя, вот, например, когда кто-то хочет заказать у тебя Подобного формата ролик, заставку Но я не делал их, мне кучу раз пытались, особенно вот в годы хайпа Но я не делал в основном Я всегда говорил на заказ, я работаю, извините Там просто было больше свободы творчества Ну, кажется, нащупал, ну, что там, оры, крики людей, какие-то фразы Все, просто это нарежь ритмично под музыку, все Ну, то есть там относительно просто все Там именно дать контенту разнообразное, чтобы все увидели, кто там будет гости Как они реагируют, по сути хайлайты какие-то Все Ну, то есть трейлер, ничего такого конкретного нет Ну, кроме там, когда была задача сделать под какую-то классическую музыку, например Которая по правам свободная была Типа мы согласовываем, вот эту музыку под нее режем, все Просто я вот так, знаешь, сейчас подумала, что если бы Ну, возможно, если бы я занималась конкретной музыкой Мне было бы проще попытаться хотя бы предположить Как может выглядеть именно задание для такого человека Потому что в художественной сфере очень часто бывает такое, что Почему-то люди считают, что если они у тебя что-то заказывают То они автоматически очень сильно в этом шарят То есть вот обращаясь к тебе, у них уже есть свое видение И очень идет такой, знаешь, резонанс сильный С стилем человека, к которому они приходят Очень хочется все и сразу, и неважно от кого И вот здесь, в твоем случае, мне кажется, что это хороший показатель Развитого личного бренда, когда к тебе приходят Чисто за тем, что делаешь именно ты Вот в эту секунду Да, потому что люди из этой же сферы Они понимали все Ну, это единственный случай Я просто по-братски как бы помогал Ну, и что-то заработать И все А так, как бы мне нафиг это не надо Плюс, ну, плюс это лень Потому что это Ну, это не стоит, например Наверное, есть люди Ну, сто процентов есть люди, которые могут что-то такое сделать Ну, и эта работа по факту не стоит столько, сколько я бы хотел Потому что я не буду задешево это делать Нафиг мне это надо Потому что вы ходите, даже если не ко мне на канал То приходите вы, ну, к ютуберу Типа, я все равно оцениваю уже себя Как, типа, человек с аудиторией какой-то И мне неинтересно просто сделать Ну, знаешь, за условно Какую-нибудь двадцатку что-то сделать Нафиг мне надо Я сделаю лучше себе что-то И дороже продам рекламу Поэтому либо найдите человека Который просто что-то умеет Закажите у него, все А скажи, пожалуйста Вот в момент, когда у тебя начали появляться деньги От твоего творчества и увлечения Насколько сильно возможность зарабатывать Убавило творчество или добавило творчество Дало ли это тебе, наоборот, подъем Или ты стал условно зависимым От вот этой подпитки финансовой Потому что рассказываю свою ситуацию Сейчас мне очень сложно заставить себе что-то делать для себя Потому что у меня и работа, и хобби Это фактически одно и то же И из-за этого я очень часто впадаю Прямо в депрессии от того, что, блин Я же могу это сделать кому-то Есть из-за этого платят И кажется, что ты уже какой-то нетрушный Как будто это так сильно раздражает Я не знаю, видишь, когда у тебя много что Зарязано на то, чтобы сделать на заказ У меня нет, у меня все И я изначально, именно меня привлекло Что когда монетизация нормально работала у нас То вообще интересно Хоть и немного, но ты Типа не должен отдельно для кого-то что-то делать Ты просто сделай для людей творчество Отдай, они посмотрят От этого накрутятся показы рекламы И будут деньги, все То есть как бы ты все равно делал чисто творчество для людей И этого подкупало Я бы и сейчас так делал Если бы можно было А сейчас монетизация вообще упала в нули Ну там 100 долларов в месяц Как ты пережил вообще? Ты помнишь, что ты переживал эмоционально? Как для тебя это выглядело? Ты принял сразу решение, что ты не остановишься? Ну да, я не хотел Я все, я уже не понимаю, что я не хочу никогда на обычную работу Уж точно Я привык, блин, сколько там, больше 7 лет, уже 7,5 лет Ютуба Я просто, блин, сплю Сколько хочу Делаю, что хочу Деньги появились, могу поехать, куда хочу Ну то есть это очень подкупает И я понимаю, что пока я наплаву Хоть в каком-то могу Буду так и делать Я сделала землю Но ее надо будет потом высветлить Скорее всего Ну посмотрим Я не знаю, какое будет море Может, млеков просто Да, но пока вот я ее оставлю Чтобы она именно объемно засохла Чтобы она потом такая была ажурненькая Блин, не знаю, надо было розовым это делать или нет Да, классно Что значит надо или не надо Если почувствовал, значит уже все правильно, понимаешь В этом фишка, когда ты в поточном состоянии начинаешь работать Не анализируй А у тебя нет каких-то признаков профдеформации Когда ты не можешь уже просто видос какой-то смотреть Видийных чуваков И начинаешь автоматически его в голове нарезаться Из него что-то лепить Ну это начинается, когда я делаю Ну выбрал какой-то персонаж И если это тот человек, который я сам смотрю Тогда тяжело, потому что я не могу его новые видосы посмотреть по-спокойному И я начинаю именно слушать Слушаться, что он там интересно скажет Или какую-нибудь эмоцию даст Которую можно вырезать типа на вставочку Но потом все, как закончилось, все стирается А с музыкой, наоборот За то, что я типа в основном Ну не так много уделяю этому времени Типа когда только над видосом работаю Очень хорошо, что я просто могу слушать музыку Как слушатель до сих пор Вообще пофиг То есть я ее не пытаюсь там разобрать Особенно учитывая, что я, например, саунд-дизайном не занимаюсь И синдезом звука Я в основном ищу готовые звуки Потому что я это не умею, мне неинтересно Из-за этого тоже легче Я не пытаюсь вслушиваться в это А что ты слушаешь вообще? Да всякое Три любимых исполнителя сейчас Не обязательно каких-то там, знаешь, крутых, заслуженных чуваков Просто что тебе искренне нравится Потому что у нас недавно тоже был диджей на подкасте И он признался, что у него альтрего Это певица Максим Меня просто с этого очень сильно вынесло Потому что он такой супер Техно-чувачок Прикольный А видишь, очень любит ее альбом Ну, скорее всего, никто не знает это особо Ну, короче, у меня почти нет такого, чтобы Наш исполнитель нравится Или даже альбом Мне ни одного в жизни не было альбома, чтобы не все понравилось Ну, типа, может, несколько треков только нравится с альбома Или у исполнителя один вообще нравится Но если так, выделить, что супертоп Пусть это все будет из дабстепа Это Space Laces Ray Volpe И Riot А как это относится именно Ты больше всего слушаешь именно без слов Просто электро Да нет Или ты микс Не, разное Просто мне как-то не суперинтересно русскоязычную музыку слушать Потому что приедается А английский я не настолько знаю, чтобы понимать, что там поют Поэтому для меня это просто инструмент, голос И не надоедает Не, в основном в электронщине тоже присутствует текст частенько Ну, там так, больше для разнообразия, типа, да Или там передропом какая-нибудь фраза, все То есть нету, чтобы текста А текстом еще пофиг, я не понимаю английский толком Чтобы разбирать их Поэтому Ну, есть разные Типа, если залезть там ко мне в музыку, то Ну, из такого, типа, я люблю такой жесткий Ну, типа, бро-степ это называют Дабстеп такой мясной Немножко драм-н-бейса Потом помягче, там, фьючер-бейс, например, есть Нео-классика Людой Кайнауди, там, вообще, Ван Лав дважды на концерте его был В Москве еще, вот, несколько лет назад Ну, и так далее, кто идет, там, в Ганс Циммер Там, где есть трейлер, ну, какую-то такую киношную музыку Ну, и, короче, дофига есть всяких Короче, нео-классических композиторов Это тоже, ну, просто как настроение Ты, там, где-то, там, едешь в метро И когда шумно, хочется что-то пободрее, помощнее Чтобы в уши был Идешь, там, вечером домой, по дворам возвращаешься Нео-классики навалил Или, ну, что-нибудь мягенькое, там, какой-нибудь Liquid Drum'n'Bass, или Всякие, есть у меня какой-то Ну, я в уроке не разбираюсь, но такой есть, мягкий Какой-нибудь, там, называется, пост-рок, может быть Или что-то из этой серии То есть, вообще, ну, все, это, наверное, меломан можно назвать Да, думаю, да То есть, мне конкретно, что нравится Ну, мне определенный, скорее, прогрессия аккордов нравится Мне не нравится что-то сложное, когда выдумывают, знаешь, что-то мимо Мимо аккорда бахнут, типа, концептуально Там, как в джазе это делают Нафиг это надо? Ну, типа, мне не нравится Мне надо, чтобы, ну, математически Вот, стройно было, как вот Ну, как звучит хорошо Как маяк звучит Так и звучит хорошо, да Ну, вот, из артиста просто то, что я смотрел Ну, и не фиг знает, когда это выйдет Вот то, что я Space Laces назвал Чувак, электронный музыкант Скорее всего, из Америки И какие-то натыкался на Ну, кто-то записал с более-менее Качественным звуком с концерта Весь микс Ну, и там почти все, что это неизданное И от этого именно артиста И там офигеть То есть, мне очень нравится И я думаю, а он мне меньше раньше нравился И я такой, опа Типа, понимаю Ну, я поэтому вывожу в топ уже аванса Потому что я послушал не вышедшее с концертов И я понимаю, что это мне офигеть Как нравится из дабстепа сейчас Поэтому для меня вот топ Что это для меня Ну, и в мире, наверное, кто любит там На Западе такую музыку У них тоже вот Space Laces будет Типа вообще топ-топ-топ, чувак Ну, обидно, что сейчас нормально С музыку не послушать же Кучу лейблов не выпускают Ну, в Яндекс музыку тоже Да, факт Это просто отвратительно Меня это просто максимально раздражает Я в какой-то момент поняла, что Я не могу найти какую-то песню Я такая То есть, вообще Ее просто нет Ее сейчас для меня не существует Я чувствую, меня как будто От мира обрубили Прямо с концами Такие еще неофициальные ремиксы какие-то Которые Да Просто их нет Или даже есть, например, треки Которые, по-моему, группа Вайс Тон есть Давно еще делали Ну, такой хаос, короче, они делали И они, по-моему, в честь, допустим, 100 тысяч у них подписчиков на Саундклауде было Они в честь этого дропают трек на Саундклауд 3 И типа со ссылкой на загрузку Но он не издан И типа его нет А он официальный от них, но его нет нигде в сервисах Может уже есть Или также ремикс от какого-нибудь крутого электронщика, но неофициальный И все, его нигде нет Только либо пиратить Ну, как пиратить В смысле он выложен в сеть Просто его не будет у тебя в магазине Иногда думаешь, может уже, блин, как в старину Просто скачать MP3-плеер себе программку Просто файлы качать, заливать И уже пофиг на эти обложки, на эти все рекомендации Блин, я просто ворвусь Я сижу просто вот так вот, сердечко показываю, что ты говоришь Я что-то увидел, да Да Идешь где-то там в метро, что-нибудь помощнее Ты говорил про него классику, про всякую эпипу Я такой Блин, а я типа, если я сейчас плейлист у себя открою, это прям мое Ну вот А потом, сейчас ты говоришь про скачать У меня три с половиной тысячи треков Не в Яндексе, не в Спотифай, а не скачано просто В мобильнике лежат Я вот этой фигней все время страдаю Это я Ну, если ты разбираешься и интересуешься Ну, знаешь, музыкой именно вот Наслаждаешься, конечно, упираешься в то, что ты ее просто не достанешь сейчас И куча утеряна, потому что были вот эти темы Ну, когда там одна площадка тебе дает переехать Там с Apple музыки в Яндекс, например И ты там можешь перенести, но что-то он некорректно Не тот набор, короче, названий артиста Либо другую песню этого артиста Либо с этим названием вообще для его артиста трек Есть еще артисты, у которых одинаковые никнеймы Угу У меня так есть и подкидывает, и я боюсь нажимать не нравится Потому что он подумает, что это мне тот не нравится Это есть Ivory Это тоже крутой, очень чел дабстеп делает Мясо, мясо, такой кайф И мне попадает Ivory, я думаю, окей, открывай, вообще не то что-то И понимаю, что это, по-моему, французский какой-то рэпер Типа дрил или что-то из этой серии И просто рэп, и как мне это понимать Он думает, что это одно и то же И если я поставлю дизлайк, то значит он мне и потом того Ivory не подкинет Это очень тяжело Это вообще касается даже условно соцсетей Потому что я сейчас в абсолютном ужасе от того, что, например Видел ли ты, что на ютюбе есть видосы, даже шорцы, которые там просто правообладатель Не даст вам посмотреть это видео на территории этой страны И ты сидишь такой, типа, ооо, какой ужас Нет ощущения, что мы как будто в каком-то, что как будто мы под железным занавесом Как будто мы вернулись просто на миллиард лет назад И это просто уже как будто никогда ни во что не превратится А только все хуже становится Ты думал уехать вообще? У тебя были мысли? Ну да, но я не смогу нормально Ну, во-первых, финансово жестко, я не вывезу И во-вторых, я не знаю ни одного нормального языка, чтобы комфортно И даже если бы знал, я не могу понять Ну, знаешь, типа, на русском, ну, насколько ты его как носитель знаешь И можешь изъясняться, ну, прям, знаешь, максимально То есть ты можешь прям душевно разговаривать с кем угодно А на другом языке как будто бы никогда не сможешь Особенно в таком возрасте уже, даже если ты выучишь, ну, как-то сложно А это очень важно Как будто бы ты потеряешь, возможно, ну, ты будешь только с русскоязычными общаться Ну, именно так, вот, как надо общаться Ну, мне кажется, что это, во-первых, очень важная часть социализации В целом, когда ты можешь именно, знаешь, уехать и влиться к носителям Потому что если ты уезжаешь и ищешь русских, то по факту ты ничего не поменял То же самое, только территория другая Ну, как там Брайтон-Бич это, да, где люди даже язык особо не учат Да, да В комьюнити своем живут И вот мне кажется, что вообще, я считаю, что если бы можно было, как это сказать То, чем можно всю жизнь выпендриваться Я так рада тому, что когда-то, знаешь, в моем детстве меня отдали на английский с носителями Потому что это тот скилл, о котором я вообще не парюсь Иногда, конечно, бывает, что долго не разговариваешь с носителями И вообще, и у тебя начинает мозг вытеснять эти данные Такой, типа, мне это сейчас вообще интересно и не надо А прям забывается так, что прям забывается или потом усталавливается? Ну, нет, просто какие-то, например, сложные слова Не с точки зрения сложной, а в плане в узкой специфике Например, там, что-то из сферы судебного дела ты забыл, там, еще что-то Не помнишь, какое-то вот слово на языке крутится Всегда его знал, вылетело Это просто от того, что практики недостаточно Но мне кажется, что если у тебя есть желание Например, английский, блин, его все так коверкают Он уже упрощен, по-моему, да, какое-то безобразие Когда особенно треки какие-то слушаешь Наверное, видел, может быть, эти приколы, когда ты учишь правила там А кто-то в треке вообще просто не использует ни предлоги, ничего Типа, он просто их игнорирует, времена игнорирует и прочее Так что мне кажется, что если ты бы влился в среду Даже не хотя учить язык, ты бы все равно его смог освоить Так или иначе, просто вопрос того, как быстро То есть все равно, если ты мигрируешь куда-то, да, то тебе проще выучить Потому что у тебя по факту нет выбора И ты просто заключен вот в эти новые условия, где ты должен выживать Если себе еще усложнить, да, поставить уровень в игре хард То вообще изолироваться от русскоязычного общества Хотя бы пока живешь в среде Ну, типа, это одна из вещей, которая останавливает Просто потому что, знаешь, во-первых, супер лень Заниматься и учить что-то Тем более, что я никогда не учил серьезно Ну, там, типа, в школе, в универе было, но, ну, как бы, это так было Для галочки Ну, у тебя есть какой-то базовый язык? Или, типа, ты вообще считаешь, что ты... Просто есть такое, знаешь, я такое... Я могу понимать что-то, могу какие-то шутки из инсты там понять Даже с игрой слов какие-то Это немало, между прочим Но я не могу говорить вообще И я нифига не понимаю... Ну, мне сложно чисто логически По сравнению с русским языком понять Всякие вспомогательные слова Или какие-то формы короткие Я их просто читаю и так, что это? Какая-то хрень, и пытаюсь зацепиться за слова Ну, конкретные, там, существительные и так далее Чтобы вообще контекст понять То есть бывает, что можно, там, сериальчик какой-то даже Или, может быть, мультики я не пробовал Потому что там, наверное, упрощенные Бывают Есть, да, но есть и детские особенно Там прям должны быть... Хотя не всегда Знаешь, я недавно тут Шрека решила В первую жизнь на английском пересмотреть И это был просто позор Потому что там ничего непонятно Настолько наша русская озвучка, во-первых, привычнее Потому что ты его с детства же миллиард раз смотрел А тут ты включаешь английский Ты просто такой, чего? Ну, он не совсем, потому что детский Он семейный И там несколько слоев То есть там есть простые шутки для детей Есть что-то более житейское для взрослых Из-за этого, наверное, получается такой тоже язык Ну, как мы в детстве смотрели фильм И не все могли понять Ну, понимали слова, но не понимали контекст Ну, тут просто обидно было Потому что думаешь, ну, блин Ты на русском-то его уже наизусть должен знать А тут включаешь И там, типа... Ну, у них такая речь еще очень специфичная, знаешь Сложная и, можно сказать, самобытная под старину Поэтому еще непонятно То есть как-то так они решались Типа потому что время там типа средневеков Ну, типа того, да Такая атмосфера Я, короче, мазнула чуть-чуть моря Могу тебе дать совет, как с ним будет проще Вообще, я обожаю писать пейзажем и стихином Потому что тебе эта фактура Она дает тебе и тень, и свет, и ничего хочешь И, соответственно, с морем По направлению можешь просто вот так вот Как шпателем класть их И разглаживать в зависимости от того, что тебе хочется Можешь вообще просто в гладь увести И потом дальше просто какие-то вот такие вот волны провести И по ним опять там любой свет, блик от маяка Чего хочешь вообще Я ведь я пока просто отмазну чуть-чуть И оставлю его сохнуть Скажи, пожалуйста, очень мне интересно С кем из чуваков, про кого ты делал видосы У тебя получилось прям, знаешь, подружиться Какое, насколько большое комьюнити Именно вот твое дружеское Которое срослось благодаря твоему искусству Ну, прям подружиться Нет, наверное Ну, это нельзя назвать, типа, дружбой Как, знаешь, друзья, которые там с детства Которые там в Калининграде остались Такого нет До того, как сделал ролик Я познакомился как раз на первом своем видфесте с Женей Утопией У него тогда не такой большой был еще канал Но я ему, по-моему, сказал Или потом писал ему, что, типа, вот планирую сделать с тобой Или я не помню А так, ну, с большинством просто пересекался Впоследствии Потому что с тем же Слюхой и Ксайлом мы тоже сначала познакомились Заобщались Потом только я сделал видос Через много лет То есть, такого на самом деле не вспомню То есть, в основном, да Сначала либо списываешься Бывало, что списывался И говорил, что планирую с тобой видос И, может быть, там, допустим, скинь По-моему, вот у Яна Топлиса я просил Типа, сколько у тебя есть свежих выпусков В которых, ну, чтобы они остались проектами Типа, чтобы скинуть мне Без звуковой дорожки Ну, музыкальной И без эффектов Чтобы только голос остался Чтобы мне легче было работать Просто тогда еще нейронки так не были развиты Потому что сейчас попроще стало Можно много чего почистить, звук Вот И по сути нет Ну, и я не могу сказать, что, типа, я в тусовке И с кем-то там дружу прям пипец То есть, хорошо со многими общаюсь Но не регулярно Чтобы чисто встретиться То есть, у меня есть такие друзья Но на которых я не делал ролики Ну, тот же, вот, Макс Филиппин, например То есть, мы друзья, но с ним ролика не было Прикольно А планируешь или вообще Да, вряд ли, наверное, потому что он, ну Ну, не на хайпе, как бы А я-то беру не от дружбы просто, типа А больше от известности какой-то Мне же тоже своя выгода нужна Чтобы просмотры были Чтобы аудиторию там переменить этого человека Поэтому, скорее, есть его из медийки Пацаны, но Не те, с кем я видос делаю Как ты решаешь Вот если люди не медийные Например, как наш подкаст, который только начинается Как ты решаешься прийти вообще? Вот, типа, есть ли у тебя такой О, типа, не, не пойду Потому что, ну, мне просто было очень интересно Вообще и пообщаться И, в принципе, формат новый И для нас, и для тебя интересно Опыт поринцовать Но вот именно Нет ли у тебя каких-то внутренних сомнений Идти, не идти Что из этого получится И какая мотивация, в принципе, ходить на малоизвестные какие-то штуки Просто для себя, как для души Ну да, и, наверное, все равно Лишний раз посвятиться где-то Почему нет Это все не лишнее Ну и так, ну, когда по знакомству тебя зовут Ты такой, окей, да Неплохо Ну, не, именно Ну, от формата зависит Потому что, знаешь, если какой-то Скажешь, вот в таком-то ролике А мне неинтересно Или это банальная хрень какая-то Тогда, да То есть, если, например Кто-то малоизвестный Но он кого-то Известно уже зазвал К себе в ролик И на этой базе он может еще кого-то Говорит, а там будет вот он И ты такой, о Уже, знаешь, я не один буду Прикольно, знаешь Типа, приду И уже будут ребята Типа, медийный Кайф А так, по сути Просто потому что Я не настолько занятой И потому что Мне лишний раз Посвятиться Почему бы и нет Прикольно иметь Свободный график Это вообще Да, я уже по-другому Не знаю как Кайф, когда Ну, это, наверное, еще Типа, меньше тревожности В жизни Всякой фигни Потому что ты Ну Ничего у тебя не горит Над головой Типа, дела Какие-то А ты не страдаешь Достигаторством В плане Типа, нет у тебя такого Что Страх, возможно, потерять Финансовую стабильность Или в принципе Да, мне нет Финансовой стабильности Что потерять А как ты тогда То есть у тебя нету В принципе Ну, смотри, нет Это зависит от уровня дохода Мне кажется Когда ты понимаешь Что нет финансовой стабильности Но есть какая-то Условная сумма На которую ты точно Можешь рассчитывать Минимум На которую ты сможешь прожить Ну, у меня сейчас такого нет И как ты себя чувствуешь Типа, насколько Мне очень Ну, вот Мне больше Мне больше важна Свобода Именно И безделье Короче Ну, типа Когда сам себе Принадлежишь Вот И ни хрена Можешь не делать Наверное С детства Всякие идут штуки Когда там Ну, как-то Не приучился Там Чему-то Нет какой-то Прямой зависимости В голове Типа Какое-то действие Равно деньги Ну, потому что Не всегда так есть И плюс В творчестве Не всегда так Поэтому ты Ну, иногда думаешь Что лучше Просто так что-то сделать Либо вообще ничего не делать Чем бежать Пытаться что-то заработать А у тебя не было Вначале Нового твоего пути Мыслей Ну, вот А у кого-то есть Вот эта вот Стабильность Или ты всегда был Свободолюбимым В этом отношении Да нет Свободолюбимым Не, я Понимаю то, что Ну, как вот Как кто-то говорил Правильно Что вот ты смотришь На кого-то И завидуешь Там результату Но ты Узнай весь его путь И что он делает Готов ли ты на это И я, может быть, не готов На это Ну, то есть я понимаю Что мне надо делать Это, это, это Чтобы Там иметь какие-то деньги Или еще что-то Или какой-то успех Но Ну Хочется ли мне делать Эти шаги Типа Готов ли я эту цену Ну, там Отдать свое время Жизни Или усилия Чтобы получить вот это Надо ли мне это У этого человека Такая работа Потому что он Отучился, например Или в процессе жизни Научился вот этому Работает так Отдает столько этому времени У него есть вот это А ты такой Не готов Это Ну, это Там примеры Например Какие-нибудь Мега-крутые Там нейрохирурги Или кто-то еще Там программисты Ну, допустим Сейчас актуально АйТи там Да, АйТи там Зарабатывают Но мне это настолько Нафиг неинтересно И что, мне ориентироваться Допустим Да, кто-то вот АйТишник У него там тачки Хата есть Он путешествует У меня сейчас этого нет И что Что мне делать Я не хочу Мне не нравится эта сфера И неинтересно Что мне ориентироваться На это Я просто не готов Это делать Следовательно Что мне завидовать Тому, что это есть У меня нет, потому что Я не делаю вот это Или подобное Ну, это просто адекватное Мне кажется Отношение к ситуации Потому что Очень редко Кто может честно Себе признаться Типа Да, я, блин Хочу лениться Да, мне не нравится Я теперь хочу лениться Ну вот А потому что Очень часто Люди себе даже не позволяют Мне кажется Думать о том Что, типа Я могу ничего не делать Как это такое Потому что У меня часто Тревогу заглушить Меня очень сильно кроет Особенно когда Вот, знаешь Начался вот этот период После универа И я вижу Как все мои друзья Идут на нормальную Да, в кавычках Типа, ну Привычную работу Грубо говоря А я понимаю Что если я сейчас Пойду на нормальную работу То это застопорит Мой рост Как человека искусства Потому что Ну, я не могу себе Этого позволить Я просто перестану Создавать от слова Совсем Что-либо И как бы, ну Я перестану развиваться Но очень сложно Себя кормить Знаешь, вот этим вот Я знаю Что у меня получится Если я буду к этому идти Если этого не происходит Вот в ближайшее время Потому что Ну, запал-то теряется Со временем Все равно Так или иначе Очень тяжело Держать себя в тонусе Даже если ты понимаешь Что условно Ну, если я буду Очень много работать Но нет варианта Что я к этому не приду Ну, все равно тяжело Блин, типа Ты не можешь Смириться с мыслью Что, ну сейчас-то У меня этого нет И от этого приходишь В какое-то просто Ужасное самокопание Бесконечное Которое заканчивается Потом как раз-таки Выгоранием Каким-нибудь Дурацким Ну, надо честно С собой быть В первую очередь Да, очень сложно Очень сложно Почти невозможно Мне кажется Ну, я могу честно сказать Что, например Я ненавижу Когда у меня нету дел И когда я ничего не создаю У меня очень сложно То есть Я не умею лениться У меня проблемы Типа Вот условно Там отдых какой-то Знаешь Лежачий тюлене Отдых под солнцем И я с ума сойду Мне три дня хватит С головой Чтобы, знаешь Я на море полежала День Здорово Все, галочку поставила Второй день Ты уже начинаешь Немножечко Нет, ну такое безделье Это тоже не кайф Потому что я В плане, допустим Отдыха Так мне не кайф Мы отдыхали Всегда ездили Брали в аренду тачку И просто катались То есть Сами себе приключения искали Так какой-нибудь холм Залезть увидел Какое-нибудь озеро увидел Побежал туда купаться И так далее То есть Это безделье, да И Ну творить, мне кажется Не перестанешь Потому что Если ты будешь лениться И можешь себе позволить Значит у тебя все стабильно В жизни А если у тебя стабильно Значит у тебя пирамидка Потребности Подзакрыта И значит уже идет Темка о творчестве И ты можешь себе позволить Значит думать О творчестве И куда оно денется Значит Мне вообще кажется Что у творческих Есть вот эта болезнь Что знаешь Даже если ты говоришь Что ты ленишься Ты все равно что-то Начинаешь сам Создавать Ковырять Потому что Очень сложно усидеть Просто вот реально На месте Ну я просто там Контент потребляю Типа я балдею Там валяюсь То есть будь у меня там Десять квартир Которые сдаются И мне пассивный доход Приносят О прикольно было бы Понятно что я бы что-то делал Я бы музыку делал бы И все Просто я бы меньше парился Еще меньше парился И вообще не пытался Я бы делал видосы Вообще без рекламы На ютуб заливал бы И все Вообще было бы пофиг И монетизацию бы отключил Просто бы выкладывал Чисто ради самореализации Какой-то И было бы прекрасно Хорошо Дам совет Сохрани Чтобы высохло И потом контур Просто обведешь Да Ну я думал сейчас Чуть-чуть растушевать Все-таки со светом Чтобы сделать все-таки ярко Потому что потом Может быть детали какие-то Если сделать Средничков этих Можешь такой кисточкой Вписать в этот Как это называется Господи В фон А какие у тебя планы Вот Давай так Представим Идеальную картинку Будущего тебя Давай через 10 лет Опиши себя Какой ты Где ты Что ты делаешь Вообще без понятия А просто желание Типа Ну если С точки зрения Все-таки добавить Прагматизма И что могло бы Обеспечивать Там и все такое То как будто бы Ну не обязательно Вообще что хочешь Вот прям Че в первую голову приходит Какой ты Каким бы ты был Ну было бы прикольно Где-то еще там В музыке Может быть выстрелить Может быть не на ютубе А в целом В музыке Что-то прикольное сделать Чтобы это куда-то там Очень сильно залетело И охрененно Деньги приносило Тачку на комиссии взять Хату Во Обычные банальные Желания человеческие А это то Чего ты действительно Вот хочешь Или знаешь Просто чтобы успокоиться Что типа Вот это есть Нет я действительно Хочу Ну типа Я отдаю себе отчет Я бы с кайфом Был потребителем Я понимаю Что я не буду Тупо потребителем Я не уйду Во вредные привычки И так далее Мне это не интересно Просто Я бы хотел Просто дохрена денег Логично Просто Ну не так Что совсем пипец Там Ну мне просто Доставляют Толго такие вещи Я бы себе охренеть Автопарк бы собрал Мне нравятся машины Я бы себе там Кучу машин Дом какой-нибудь Просто Когда тебе не надо Каждый месяц За жилье платить За аренду И искать эти бабки Тогда Ну спокойнее живется И я бы просто Что-то творческое Естественно бы делал Только еще легче Потому что я вообще Не думал о том Что это мне принесло бы И не принесло денег Просто делать как по кайфу И все Ну тоже возраст идет Непонятно Типа как будет Что с семьей Непонятно Типа А ты бы хотел вообще Вот типа Не знаю Пока что нет Как будто бы Я не готов Ну не то что Я не тот человек Как будто Который мог бы Строить семью Мне так кажется Почему? Потому что Уже в моем возрасте Отец Уже Мы родились с братом Когда Вот 31 год Был отцу И мне сейчас 31 Слушай Вообще У мужчин в этом плане Как будто Типа джекпот Вы вообще можете Хоть в 70 семью завести Мы ничем не обременены Вы с годами Только круче и краше Ну не все Но если остаться Стройным Здоровый образ жизни Соблюдать Тогда да Ну ты больше знаешь Что типа В принципе Мне даже на самом деле Наверное нравится Отношение Вот нашего Поколения К детям К семьям Потому что Ну если знаешь С точки зрения глобального Посмотри То это охренеть Какая ответственность Типа от тебя Люди зависят Живые Которые тебе Мало то что Ничего не обязаны Ты обязан Дать им все Чтобы они могли Существовать Вообще И это очень сильно Отрежляет И тормозит Что ты слишком Осознаешь Сто процентов Потому что у меня Семья Это огромный Долгое время Был прям Очень сильный Триггер Типа Я просто Когда начинала Думать о том Что от меня Будет зависеть Не только моя шкура Условно А еще какое-то Маленькое существо Понимаешь На которое ты смотришь И думаешь Ага класс Вот если меня не станет А кто с ним будет дальше Как вообще Будет его жизнь Складываться Типа Ну это вообще Невероятно Вообще Все кто решается С этими родителями Взовет меня только Неподдельный восторг Потому что я не понимаю Когда вот В каком момент В твоей голове Это только все Вот я готов Сделать вот такой вот Мув Отчаянный Прям типа серьезный Это тоже Ну именно Здравые отношения Упираются тоже в бабло Потому что дохрена бабла Это хорошая Защита финансовая Плюс это Там Какие-то Медицинские вещи Плюс Если нихрена не будет Получаться в жизни То ты можешь прожить И вот это Очень сильно упирается То есть морально Может быть и можно было бы Но не уверен Типа Хоть и возраст большой Но Я как будто еще не готов Вообще нифига Просто я слишком ленивый И ничего не хочу Мне не нравится Обязательство Всякая такая фигня Ну просто мне искренне Как-то с самого детства Мне вот Если какая-то обязаловка Все пипец Типа Я поэтому и студенчестве Как и многие студенты Все в последний момент делал Потому что вот что-то я должен делать Все Мне не хочется это делать Пипец Типа какую-нибудь Спонтанную херню просто Пойду пешком 500 километров Окей Пошел Потому что я всегда могу остановиться И я никому ничего не должен А если Или знаешь Бескорыстно кому-то помочь А если тебе это надо Ну знаешь Там ты другу помогаешь Переезд Таскаешь на горбу Бесплатно Тонны Ладно А если это твоя работа То пипец Не хочется Блин Смотри Какой прикольный Этот Вау Шикарно Очень красиво Я специально прошелся Чтобы такая выпуклость Осталась Грай Класс Типа вот такая рампа Я тебе потом еще покажу Что можно сделать Хотя это можно По протяжи сейчас Так как у нас с тобой Сюда сделала Я тебе буду Короче Я просто промоутер Мастихина Офигенная штука Просто класс Когда у тебя есть Еще не высохшая краска Я на тебя не попал Никуда Тут так посмотрел Все Вот представь Что там Это твой маяк Ты можешь сделать Вот так вот ребром Ну у меня только Тут уже она подсохла И сделать лучики Типа вот штучно Буквально знаешь Там один Как раз для эффекта Что он у тебя вдаль светит Просто вот так Ну я вот понимаю Хочу ли я так делать Я бы уже подумал Концепт может быть Поменять Потому что Ну прикольный цвет получился Вообще морской на самом деле Получился какой-то Здесь Очень красивый И может быть здесь Белым что-то сделать Ну что-то другое Концептуальное Камешек Ну слово не влезет Так чтобы красиво Ну типа Заменить короче Источник света На символичное что-то Угу Не классно Классно Хорошая очень идея Айфон Ну типа Чем-то заполнить Что вот здесь Что-то будет Вот этим источником Я не знаю У меня пошел Какой-то поп-арт Просто жесткий Я ушла в графику Какую-то абсолютно Я теперь везде Глаза какие-то вижу Мне интересно Что ты добавишь Потому что Просто много глаз Вот так Ну тоже уже будет Ребор Я уже как будто Да смотрю Что тут глаз Тут как будто глаз И вообще как будто Знаешь У нее глаза закрыты А у всех остальных Они типа вокруг глаза Она одна такая Типа Кстати Ты понимал Ты понимал Ты в детстве Танцами занимался Ты как сейчас вообще К танцам И ко всему Что я знаю Типа у тебя нету Антипатии К тому Что там Где-то двигаться Танцевать Да нет Нет Я просто никогда Не нравилась У меня не было Такого То есть Мне прикольно Там когда Какая-нибудь тусовка С друзьями На хате И там мы Что-нибудь включаем И мы можем просто Поплясать Выборочно Поотрываться Это да А так Где-то в клубе Мне как-то неловко Потому что музыка Не та Ну это да Это дело вкуса Я понимаю Потому что Не то Чтобы ты кайфанул Поэтому Отвращение Нет У меня просто Не особо То есть Иногда ты посмотришь Какие-то техничные Вещи в танцах Окей А так мне вообще Так неинтересно Танцы Кажется Ну какой-то Бессмысленной фигней Я понимаю Что есть люди Которые любят Ну просто Комьюнити свое Мне не смотреть Ничего неинтересного Типа фишка танца Ну как в музыке Знаешь Что это язык Твоего тела Через движение И в этом сложность Как в музыке Всего через 7 нот Передать эмоцию Не повторить за кем-то И создать что-то Супер уникальное И элитарное Я не понимаю Почему Ну это чисто По нормальной грамоте 7 нот Но по факту Полтунов 12 Получается В октаве Типа они 7 Типа это же тоже Ну нота Как будто Мы возьмем клавиши На фортепиано Учитывая черные Вот тебе будет 12 Получается Это надо консультироваться Вот с тем товарищем Я хотел сказать Это про 12 полутонов Ну вот Что это Потому что всегда Я не знаю Я единственный раз Слышал Когда человек Уточнил этот момент Что типа нот 7 Но просто Диез бемоль Полутона Все дела Да Ну то есть по факту В рисунке нот Это как бы ноты Ну в смысле Это такие же самостоятельные элементы Типа в картине мелодии То есть они так же участвуют Они Ничем не отличаются То есть у тебя как бы Грубо говоря Градации звука Есть вот 12 В октаве И следовательно Ты их используешь То есть как бы У тебя 12 этих Тонов именно Ну в смысле Как сказать Частот звука Которые выявили люди узкие В рамках которых мы работаем То есть получается 7 нот как-то Ограничивает еще То есть по факту Как бы у нас У нас 12 кирпичиков И много октав Просто через октаву У тебя этот кирпичик Будет точно такой же Просто ниже или выше Мне иногда Очень прикалывает тот факт Что Раньше не было уже Стандартов Как настроить Инструмент И сейчас мы знаем Что там До первой октавы Это 440 герц Но Раньше не было Этих стандартов И В разных странах По-разному Настраивали инструменты Где-то 430 Где-то 450 Да И все смещено Да И произведения Которые мы слушаем сейчас Которые Классик Там и прочее Такое Это не то Что писалось Потому что у нас Другой стандарт Звука И мы не слышим Того Что слышали Когда-то люди Да Я обращал внимание Даже Скорее всего Это из-за переноса С каких-то Аналоговых носителей Какая-то музыка Даже электронная Типа Modern Talking Я смотрел Понятно, что там Где-то detune используется Но detune Чаще как плавающий Используется Ну типа Если ты возьмешь Оригинальный звук И будешь по полтонаму Двигать Он никогда не попадет В ноту Пока ты не сдвинешь Ну ты разбираешься В музыке Очень слабо Короче между Нотами Правильно же Центы 100 центов Вот То есть У тебя вот эта частота Это эта нота Следующая нота Через Каких-то количества Герц Идет следующая И между ними Тоже есть звук То есть Если ты сделаешь Плавный слайд Такой Повышение Там будет Ну градация Там не будет Там есть точки Конкретные Которые можно вычленить Как ноты И получается Что ты можешь Всю композицию Там на четверть Тона убрать И она будет нигде По обычным нотам Но на слух По отдельности От всего Она будет звучать Ок Потому что Внутри баланс сохранен И было такое Что я там Ремиксил Я там скачал Modern Talking Трек И понимаю Что когда я пишу Под него бас Он Никакая нота Не в ноту Потому что Весь трек Просто смещен И мне надо сначала Весь трек Там допустим Приподнять Там на сколько-то На 20 центов Например Чтобы он стал Ровно В тональность И тогда все Мои ноты Начнут работать Дальше То есть Но это я думаю Связано именно С переносом С аналоговых носителей И также записи Старые наверное Которые на пластинках Да там джаз Или что-то Или живые инструменты Тоже настроены По-другому И все А вот сейчас Тебе бы хотелось Именно Ну невзирая на лень Конечно Которая у всех присутствует Это мне кажется Абсолютно нормально Особенно С возрастом Мне кажется Она сильно Усугубляется Скажем так Потому что Есть ощущение Что типа Да я уже такой Большой взрослый Старый Не хочется ничего делать Ты бы пошел Обучиться музыке С точки зрения того Что тебе сейчас интересно С твоей спецификой Вообще Заинтригован ли ты Мыслью о том Что ты можешь позволить Себе обучение Какое-то интересное Или тебе просто В прикол Вот прям самому Ковыряться И разбираться во всем Ну нет Обучение наверное Только Я бы с технической Точки зрения Поучился Не с академической Потому что Я занимался даже Я так там С одним Чувачком познакомился Давно еще Который сейчас уже неплохо С большими артистами работает Очень крутой музыкант Ну и технически Он мега шарит Во всех инструментах Ну именно На компе Он прям вот Очень глубоко И точно знает Все просто Все нюансы Потому что я больше Методом тыка знаю Это все Вот И такому может быть И вот мы с ним Учились просто Нотной грамоте Я нифига не Ну все забыл Там все вот эти Доминанта Субдоминанта Тоника Типа еще аккорд строится Вот эта вся тема Сольфеджо Ну вот И я нифига Этот Ну Не запомнил Просто была задача Попробовать Поучиться играть На фортепиано Вот Но я могу просто Ну я не буду там Правильно пальцы ставить Я могу просто на слух Что-то добрать Если просто Я смогу наиграть Но это мне нафиг не надо То есть Ну не хочется Все равно Если ты там На слух У тебя все получается Ты так работаешь Ну по математическим Правилам музыки Всем законам И понятно Что тебе может расширить Немножко Кругозор Какие-то Агонимические знания Но И так В принципе Хватает Ну типа Я на слух знаю Что звучит Что не звучит А именно Технически С точки зрения Электронной музыки Научиться Вот это да Ну тоже Это время Это должен быть Коннект С человеком Который Будет тебя обучать Что очень важно Да Чтобы хотя бы нравилось Примерно Это тоже Мне кажется Это очень важно Ну да Чтобы Ну я так Было Когда там У знакомых Каких-нибудь музыкантов Чего-то Чуваков Спрашивал Ну больше на конкретном Примере Там вот Например Ездил В Питер И залетал На студию И там Кореш просто Я ему сказал Давай вкратце Ну типа Насколько проверим Я правильно понимаю Давай тупо Сделаем цепочку Обработки вокала Вот у нас Сухой вокал Чего мы делаем И в принципе Я понял Ну и там Некоторые Добавил фишек Что а окей Там можно два компрессора Сделать Уплотнить звук Типа сначала Первично И потом еще После некоторых Обработок Еще докинуть А хотя правил Прям жестких нет Потому что Ну пофиг Что ты сделаешь Если это звучит Да это как любое творчество Типа вообще без разницы Каким образом ты Добился Двигался Да к тому Что у тебя в итоге получилось Если это работает И доставляет Эстетическое удовольствие И несет в себе Какую-то Образную ценность Мне кажется Это нормальная практика Абсолютно Блин ну здорово Здорово Потому что Ну так или иначе Правда Я очень хочу Как будто Ну это оправдание Естественно Я себе в этом не вру Очень хочется Чтобы нашелся человек Который бы дал мне пинок И такой типа Все Давай начинай Типа изучать дальше Академ Потому что Я никогда не понимала Зачем нужна вообще История искусств В институтах Типа Ну это было И что А потом в какой-то момент Ты начинаешь понимать Как из одного стиля Да Так же и в музыке Мне кажется Все это работают Как из одного стиля Рождался другой Как это повлияло Вообще на современность Как мир внешне Ты тратил столько лет Ну это у всех такая история Я понимаю Что ты тратил столько лет Ради просто корки Типа и вышел нулевый А в итоге учишься всему с нуля Это так глупо Как будто Возможно это лживое ожидание Но когда ты идешь в институт Хочется чтобы ты вышел Специалистом уже все-таки Как ты иначе Отчеток Да Либо ты сразу понимаешь Например Если ты адекватный То понимаешь допустим Перспективы вообще есть Чему тебя тут учат Актуальным ли данным Обычно же нет И преподы Потому что они Не в профессии находятся сейчас А они преподают То есть у них есть теория Но практики нет Особенно со всяким Там экономикой Правом Ну вот ценятся Естественно практикующие Там юристы например Которые могут по фактам Рассказать Что актуально И как работать Так же как и бизнесу учить Типа Тем кто с бизнесом Не связан Например Я какое-то море Нафигачил Очень хорошо кстати Оно такое неспокойное Да чуть-чуть такое Прикольно И хорошо что там Дублируется цвет Да я немножко Березового Вот этого взял Мне стремно это говорить Но как будто я закончила Я не знаю что еще хочу добавить Какая прелесть А где справа Слева подписывай А где хочешь Хочешь Я обычно прям где-то На лицах пишу Типа Но сейчас вот что-то Снизу решу Ватермарк Это знаешь Можно детали Я бы мог доверить тебе Добавить детали Просто именно Было бы круто Ну просто разнообразить Чуть-чуть Может на небе Что-то Где-то на земле Именно технически Красивых мелочей Которые будут Ну более разнообразные Композиты сделать Ты добавил Я не знаю На самом деле Ну посиди с ней Давай я поковыряюсь Сейчас сделаю Тогда Давай Ну единственное Что я бы может быть Добавила Я бы сделала Точно поотчетливее Этот маяк По контуру Ну это опять тоже Типа не обязательно Просто вкусовщина Если у меня есть Как бы свобода Но я всегда Если условно говорить Типа добавлять То не хочу Ни в коем случае Рушить гармонию Которую до меня Тут уже сделали Держи Типа больше Как детальки какие-то Так Ну я наверное На маркерах Сейчас буду Ну да О как ты ровно Подписал Вообще круто Ну так не очень Попало на стык Я сделал пока Такую штуку Я чуть-чуть добавила О, Дали Или кто это У кого-то Звездная ночь А Ван Гога Ну такое чуть-чуть Не к нему Отсылка Но типа Просто Ну да Я уже все знаю Из кружочков таких Ну похоже Очень потому что Ой, вода Прикольная Вот да Воды добавила Чуть-чуть И хочу сюда Чуть-чуть Вот этого цвета Как будто Вот так вот падает Покажу тебе Как раз Как это делается Это вообще О, обожаю Короче Мы берем Например Тот же цвет Я себя чувствую Маньячкой Когда так Ничего себе Что-то объясняет Короче Мы берем Вот такой вот Цвет Который у нас был Ну Миксаним его с белым Типа он же светленький У нас там Ну да Похоже? Похоже Ну это как раз Центрика Пробыл И теперь У нас с тобой Есть фактура Которую мы Слегка По направлению Чуть-чуть Короче В выпуклости Ага Типа причесываем И получается так Как будто бы у нас Естественно Очень натурально Упали Вот эти блики Ну и можно конечно Там их потом Еще где-то Добавить Блин Она такая какая-то Магическая Прямо классная Получилась Мне она так нравится Я еще чуть-чуть Только тень Под него добавила Что стоит И все Вообще она такая Это прикольный Мне понравилось Что когда я увидел Что текстура Вырабатывается Вот этого бортика Я его зафигачил Та-да У нас что-то получилось Ура Вот цвета Вот я люблю Классические Стримерские Синенькие Голубой Фиолетовый Розовый Слушай Ну в завершении Во-первых Мне бы хотелось Тебя поблагодарить За то что ты к нам пришел За то что ты Решился на наш Кризи эксперимент Мне было очень приятно С тобой проводить время Болтать И вообще Очень круто Узнавать человека За его творчеством И видеть как много Он умеет Вообще везде Просто во всех областях Потому что ты меня Просто ты меня покорил Полностью Если уж мы решили С ними расстаться Я не знаю Как это делается Но видимо На рандом Просто типа За комментик Можно отдать Ну давай так Тогда Для того чтобы получить Какую-то из работ Видим победителей Будет два Я не знаю Давайте просто полный рандом Будет Типа отправим Без выбора Напишите нам Какой-нибудь комментарий Об этом видео Что вы думаете Как вам наши беседы С Витей Как вам наши работы Вообще захотели бы вы В таком чему-нибудь Поучаствовать когда-нибудь Напишите комментарий На нас Подпишитесь пожалуйста Мы оставим обязательно На видео все ссылки Если вообще это кому-то еще надо И он не подписан Это вообще невозможно Но пожалуйста Давайте как-то это Короче подписываемся Комментарий И оставьте какой-нибудь ник Может быть ваш в телеграме Чтобы мы смогли С вами связаться потом И скинуть вам работу Кто написал свой ник Тот участвует Значит он хочет участвовать Да Если вы не хотите Вам просто видео понравилось Будем вам благодарны За комментарий А мы с вами Прощаемся Большое вам спасибо Тебя спасибо Надеюсь что мы скоро Увидимся в новых выпусках Всем до скорых встреч И хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok